Вести КамАЗа Опыт автомобильного завода как пример Смеяться вместе, чтобы скорее поправиться Волонтеры КамАЗа посетили детский медицинский центр Завершившаяся в Москве выставка Комтранс Все эти дни оставалась основным информационным поводом для журналистов поговорить о КамАЗе Публикаций было сотни, сюжетов, к сожалению, заметно меньше Но мало кто из коллег обратил внимание на очень интересную деталь В этом году КамАЗ впервые приехал на выставку не просто как производитель коммерческого транспорта Но и как компания, которая создает вокруг себя цифровую экосистему Собравшиеся в столице публики представили сразу три уже работающих проекта Каждый из которых поможет превратить даже небольшой автопарк в сверхприбыльный бизнес В мире автопроизводства уже сложилось несколько устойчивых трендов В числе которых электронная коммерция и экономика совместного владения Некоторые из них нам, рядовым потребителям, известны как интернет-магазины или каршеринг Примерно за год КамАЗом был разработан и успешно внедрён ряд цифровых решений Помогающих не только ускорить работу, но и повысить её эффективность Довольно-таки понятный и интуитивный интерфейс Один из таких продуктов – маркетплейс грузовой автотехники trackinstock.com Это сайт объявлений о технике, продаваемый напрямую со складов официальных партнёров автогиганта Сервис предлагает лучшие финансовые услуги от проверенных компаний Помогает подобрать технику по запросу и оказывает оперативную поддержку пользователям Ежедневно у нас пополняется база данных по объявлениям И по итогам последнего месяца их было порядка ста Это неплохая динамика, учитывая, что запустились мы 19 июля уже официально в сети интернет И также запустили рекламную кампанию по продвижению этого сервиса Ещё один начинающий сервис носит название «Спецшеринг» Это как каршеринг, только в аренду предлагаются самосвалы, автокраны, погрузчики и так далее Удобно, не нужно самому перелопачивать сотни объявлений в интернете Наш сервис запущен в Казани В этом году мы планируем развиваться в республике Татарстан На следующий год у нас в планах выход на рынок Москвы и Московской области Спецшеринг работает по принципу единого окна Подбор техники, сопровождение аренды, документы обороты и расчёты – всё в одном месте Кроме Казани, заявки уже принимаются в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге Первое, что позволяет системе делать, это контролировать текущие состояния топлива Ещё один продукт, уже доказавший свою эффективность Это система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации ИТИСКАМАЗ Она состоит из специальной программы Устанавливается на компьютере, телефоне или любом другом устройстве И бортового оборудования Оно монтируется на автомобиль Позволяет обнаруживать сливы топлива, неучтённые рейсы, контролировать режим работы грузовика и водителя А подключение через интернет позволит мониторить автопарк и получать отчёты в онлайн-режиме Установить эту систему можно во всех гильдовских центрах КАМАЗ Также там есть обученные специалисты, которые могут активировать эту систему, настроить и обслужить Ну или заказать перед покупкой нового КАМАЗа В общем, такие они, первые три ласточки КАМАЗовской цифровизации А к следующему Комтрансу ждём уже десятку или того больше Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа Пару недель назад в цехе сборки кабин автомобильного завода обновилась обстановка Здесь появилось сразу пять новых эргономичных рабочих мест Новоселье отпраздновали работники участка сборки тормозных кранов Старые столы здесь заменили новыми Также появились накопители, полки на которых легко регулировать подросток Самое примечательное – появиться новой эргономике помог алюминий Как с помощью этого металла улучшают рабочие будни, расскажут наши корреспонденты На этом участке собираются сразу две модели кранов Начало процесса у них разное, а финишные операции одинаковые Ещё недавно рабочие места находились довольно далеко друг от друга Поэтому много времени и сил тратилось на доставку продукции к последней станции После мозгового штурма от потерь решили избавиться, а заодно улучшить условия труда Объединили все потоки, которые здесь есть И сейчас у нас вход потоков только с этой стороны получается, выход там То есть все готовые изделия выходят оттуда, а все полуфабрикаты и комплектующие изделия заходят отсюда Пять рабочих мест скомпоновали на одном пятачке Старые столы заменили новыми, из алюминиевого профиля Стеллажи-накопители из этого же материала При выборе руководствовались мировым опытом в автопроме Оно модульное, мы можем легко перестроить на размер, на любой размер То есть на тот размер, который удобно работнику Замначальника цеха по технической части уже подсчитал Время прохождения изделия в потоке уменьшилось на 6% То есть полная сборка тормозного крана с учетом всех перемещений проходит быстрее Раньше мы собирали почти 180 кранов за такое же время На данный момент мы собираем больше 200 кранов Теперь руководители цеха вместе с технологами и специалистами Комитета по развитию производственной системы присматриваются к другому участку цеха На сборке нижнего щитка через пару месяцев тоже будет новоселье Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа Из прошлого в будущее с КамАЗом В картинной галерее торжественно открылась третья, заключительная часть выставки Город машиностроителей из прошлого в будущее, 2002-2019 Финал юбилейной экспозиции охватил современный период автогиганта Эпоху, когда у руля КамАЗов стал его нынешний генеральный директор Сергей Кагогин Торжественное открытие собрало в первую очередь почетных камазовцев Для них активисты автогиганта презентовали новую мини-постановку о современном автогиганте После гостей ждали более 200 фотографий и около 170 других экспонатов Дипломов, благодарности и памятных вещей Ну это, конечно, уже финиш того, что было начато в 71-м году, в 70-м году И то, что подняли, то, что строители построили здания То, что запущено было новое оборудование Это все то, что уже дает отдачу как КамАЗу, так и государству Ну это жизнь моя, в принципе Я 40 лет на КамАЗе отработал В городе вообще с 69-го года, на КамАЗе с 77-го года Яркие фото запечатлели самые значимые моменты современного Кагогинского периода Выпуск полуторамиллионного и двухмиллионного КамАЗов Рождение газовых авто, электробуса и беспилотника Все это продолжение, продолжение тех добрых дел, которые были в 60-е, 70-е, 80-е Даже посмотреть, если на фотографии, они все уже цветные, прекрасные Жизнь улучшается, все хорошо и лучше Выставка рассказывает и о тяжелом периоде начала 2000-х, с которым компания успешно справилась И история современного подъема Когда КамАЗ начал подниматься, когда начал осваивать новые продукты, начал осваивать новые рынки И этот период охватывает тот период, когда пришел уже на КамАЗ Сергей Анатольевич Кагогин Эта выставка посвящена как раз этому периоду Примечательно, что заключительную часть серии выставок КамАЗовцы смогут увидеть совершенно бесплатно Сотрудникам нужно будет только предъявить на входе пропуск А пенсионерам-ветеранам автогиганта сказать, когда и кем они работали на заводе Ожидается, что выставка будет работать до 20 октября Виктория Евсеева, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа Сотрудники КамАЗа продолжают акцию «50 добрых дел», которую приурочили к предстоящему золотому юбилею городообразующего предприятия 8 сентября, когда все голосовали, заводчане вместе с больничными клоунами развлекали детей Дарили им подарки, заряд отличного настроения, чтобы маленькие пациенты детского медицинского центра скорее шли на поправку В акцию участвовали сотрудники завода двигателей, центры закупок, литейного завода и генеральной дирекции Съемочная группа Вести КамАЗа также не смогла пропустить данное мероприятие Смех и хорошее настроение, как известно, помогают скорее выздороветь И чтобы времени зря не терять, больничные клоуны объединили свои силы и энергию с сотрудниками КамАЗа В очередной раз посетив маленьких пациентов КДМЦ А ребята, в свою очередь, получили двойную пользу и заряд положительных эмоций Отчего, без сомнения, пойдут на поправку гораздо быстрее Работники КамАЗа, тоже у них есть такой проект «50 добрых дел» И мы вместе соединились и решили сделать этот совместный праздник Такое совместное творчество очень хороших людей, которые с большой душой и с большим сердцем хотят подарить праздник детям С больничными клоунами мы помощники, делаем с ними мастер-класс, развлекаем детей Также мы собрали от КамАЗа очень много подарков разных, разукрашки, разные книжки, разные игрушки Оседлать ветер не вопрос Достаточно было только сделать бумажный самолетик на мастер-классе Покорить моря и океаны, тогда пациентам помогали изготовить кораблики Назначить лечение и поставить на ноги клоунов, что может быть веселее В общем, каждый ребенок был во что-то вовлечен, без внимания никто не остался Это очень все здорово, что в таких условиях, что дети болеют и создаются такие праздники для них Мне понравилось лечить тук-тука, ну, потому что он веселый, смешной Мне очень понравилось, потому что столько мероприятий И, ну, все объясняют, как надо что делать, классно Планируется, что акция «50 добрых дел» завершится в декабре, когда у автогиганта будет золотой юбилей, к которому в набережных Челнах готовятся с большим энтузиазмом Илона Менгалимова, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа И пока больничный клоун развлекали детей, взрослые в этом же центре исполняли свой гражданский долг Итак, напомним, 8 сентября, в воскресенье, состоялись выборы депутатов в Государственный совет Республики Татарстан И родителям, которые находятся в палатах со своими детьми, ожидая их выздоровления, и сотрудникам больницы дали возможность отдать свой голос, не покидая стен учреждения Переносной избирательный ящик в сопровождении членов избирательной комиссии побывал в этот день на каждом из этажей медцентра Все как положено – наблюдатели, урна, бюллетени со списком кандидатов Это позволило не покидать пост сотрудникам больницы, а родителям юных пациентов не оставлять малышей одних Мы с семьей всегда ходим на выборы, даже несмотря на то, что в такой вот обстановке мы оказались Все равно принимаем участие, муж на своем участке, я, например, здесь вот в стационаре, мы с ребенком Ранним утром свой выбор сделал и генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин проголосовал в 46-й школе По словам главы автогиганта, делать выбор, тем более такой значимый, он предпочитает в первой половине дня Чтобы вторую посвятить семье и другим делам Сергей Кагогин обратил внимание и на общую явку избирателей Очень приятно, что в принципе есть сознание того, что в нашем городе почти все люди придут и проголосуют за тех кандидатов, которыми они считают достойны Этим людям на ближайшие пять лет нужно будет формировать законодательную базу нашей республики Тагир Закиров, Виктория Евсеева, Андрей Буслаков, Вести КАМАЗа Отдыхая умственно и физически, день программиста отметила дочка автогиганта, компания, центр обслуживания бизнеса По-настоящему большой праздник интеллектуалов состоялся на базе «Отдых и снежок», где IT-специалисты устроили активный выходной с разными площадками Начиная от лазер-тага и стрельбы, заканчивая велоквестом и просмотром фильма Свой профессиональный праздник специалисты IT-технологий Центра обслуживания бизнеса встретили в полной боевой готовности к творческим заданиям и активному отдыху Когда-то компания начиналась с Центра информационных технологий Сейчас она уже насчитывает практически тысячу сотрудников, работающих в четырех направлениях сервиса У нас собраны самые сильные, я считаю, профессиональные специалисты Если громко не говорить, то в республике Татарстан это уж точно И эта команда работает на группу компании КАМАЗ Значит, КАМАЗ тоже может гордиться тем, что внедряет им IT-системы такая профессиональная команда Но в этот день дружная команда разделилась на несколько, опять же, дружных групп Кто-то проверял свою меткость в стрельбе и лазертаге, кто-то решил пройти велоквест или смастерить мотивирующую табличку Для всех придумали интересное занятие Есть мужчины, женщины, есть разных возрастов коллеги, потому что мы очень много приняли молодых специалистов У нас есть гуру, есть те, кто средний уровень И мы хотели, чтобы было интересно всем Такие выезды на природу стали доброй традицией компании Поэтому старожилы уже знают, кто предпочитает проводить время на творческих площадках А кто померится силой или еще раз потренировать свой интеллект Это один из таких ключевых моментов, когда мозг должен реально отдохнуть Уйти все должно на задний план Потому что иногда кажется, что люди, особенно айтишники, они такие ботаны, которые в больших круглых очках И от монитора никуда не уходят Нет, мы занимаемся активными видами спорта В предыдущий раз я была очень активной Теперь я хочу что-то для души Завершился праздник вкусным ужином на костре и награждением лучших команд по станциям Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Радик Ганнеев, Вести КамАЗа Такой была очередная рабочая неделя на КамАЗе А что готовит наступившее? Расскажем об этом 23 сентября в 18.00 на телеканале Челны ТВ На этом мы, Марина Салдаева И Павел Михну с вами прощаемся Всего доброго До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин